Гостиницу Адели Тауткеева находят легко. Для нее этот квест оказался простым. Четырехэтажное здание выделяется на фоне остальных. На вокзальной площади сегодня Аделя турист под прикрытием. Ее задача заселиться в номер на один день. Два года назад в этой гостинице погибли три постояльца, семья. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, смерть наступила от отравления угарным газом. Газовая колонка, которая была установлена в номере, оказалась неисправной. Собственник проживает в другом регионе, даже на территории Астраханской области. От нее выступал представитель. Кроме того, там жилое помещение зарегистрировано как жилой дом. То есть даже получается, что осуществляется деятельность в жилом помещении. То есть там, где нельзя ее осуществлять. Осуществлять деятельность нельзя. Вот только предпринимателю работать в районе вокзала прибыльно. Представители налоговой, сотрудники полиции и Роспотребнадзора заходят в гостиницу вслед за Аделей. Вы осуществляете деятельность? Какая организация? У вас вы или индивидуальный предприниматель? Я как бы администратор, но у нас это идет от индивидуального предпринимателя. Можно его пригласить? Он и я. Отсутствует. С надо, а потом выехали. А документики-то, ну, у вас должны быть. Фамилия, имя. Сейчас. Дозвониться до предпринимателя не удалось. Администратору вручили памятку о том, что предприниматель должен заплатить налог, должен установить контрольно-кассовую технику, оформить сотрудников. Если этого не произойдет, то будут предприняты меры в соответствии с законодательством. Это прежде всего административное наказание. Сегодня в регионе около 200 гостиниц и отелей. Это без учета многочисленных баз отдыха. 90% платят налоги. При этом 70% от этой же цифры имеют так называемые налоговые риски. Например, официально нетрудоустраивают работников. Такова статистика налоговой службы региона. Добрый день. Добрый день. А вы администратор? Нет. А вверх администратор? Или хозяина? Молодого человека и след простыл. Больше мы его не увидели. В здании никого. Эта гостиница в другой части города. Тоже удачно расположена в районе аэропортовского шоссе. Судя по социальным сетям, эта гостиница пользуется популярностью и рейтинг высокий. Но налогов бюджет не отчисляет. Памятки оставить некому, а на ресепшн нет никакой информации об отеле. Юридические, фактические адреса, режим работы. Это данная его регистрация, орган, который его зарегистрировал. Адреса контролирующих организаций, которого также необходимо, наличие книги, отзывов и предложений, которая должна, она также должна быть пронумерована. За отсутствие информации предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Только сегодня предпринимателей не оказалось на месте. Сотрудники налоговой, Роспотребнадзора и полицейские придут сюда еще. Отвечать уже придется по статьям закона. А вот она у Румбаева, Руслан Срывченко, Центр новостей.